всем привет в данном ролике рассмотрим такую важную тему как травма органов мочи выделительной мочеполовой системы но это будет только первая часть то есть в данном ролике рассмотрим травму почек потому что достаточно обширная тема и уже в следующих частях рассмотрим уже травму мочеточников мочевого пузыря травма наружных половых органов начнем с классификации вообще классификация всех травм не только орган мочеполовой системы можно представить каким образом это закрытые открытые травмы то есть это травма не только кстати органов мочеполовой системы если вспомнить хирургии там тоже так так классифицирую травмы то есть травма черепно-мозговые травмы органов брюшной полости что значит закрытые открыт травмы если есть раневой канал который связывают зону то есть орган который повредился с внешней средой это открытая травма то есть открыт травму называют открыть тогда то есть травма считается открыты в том случае если есть раневой канал который связывает повредившийся орган с внешней средой. Соответственно, закрытый, когда такого враневого канала нет и нет связи поврежденного органа с внешней средой. Если говорить про органы мочеплавовой системы, конечно, в мирное время преобладают закрытые травмы, потому что закрытые травмы, это, как правило, тупые травмы. При тупых травмах никакого враневого канала нет. А открытые травмы, это чаще всего полученные в военное время, либо это может быть в мирное время, но если, допустим, нанесли человеку огнестрельное либо колото-резанное ранение. И в этом случае будет раневой канал, и как раз травма будет открытой. Также есть такая классификация, как изолированная, значит, травма множественная и сочетанная. В чем, ну, вот такая классификация, она крайне редко применяется, но все-таки, да, то есть изолированная, когда поражается конкретно орган, ну, соответственно, определенная анатомическая область, и, допустим, повреждение почек, и все, да, это тогда считается как изолированная травма. Мноожественная травма – это когда в рамках одной анатомической области повреждается сразу несколько органов. Вот, допустим, повреждается, если мы говорим про травму органов мочеполовой системы, травмируется, допустим, правая почка и печень, как вариант, либо травмируется левая почка и селезенка, да, разрыв селезенки, допустим. То есть это в рамках одной анатомической области повреждается ближе лежащий орган, то есть правая почка, рядом с правой почкой находится печень, и если произошло повреждение печени, все, это может дозвать множество. И сочетаны это, когда повреждаются органы, находящиеся в различных анатомических областях, то есть, ну, допустим, чаще всего это бывает как раз при каких-то ДТП, то есть когда человек может получить не только травму, например, почек, но и, допустим, черепно-мозговую травму, как вариант, да, и это будет уже сочетанная травма. Ну, есть еще такая классификация, как проникающая, непроникающая, но на самом деле вот эта классификация, она по сути является синейномичным, ну, точнее, не то что синейномичным, но вот проникающая или огнестрельная, это чаще всего открытая травма, то есть как раз полученные с помощью огнестрельной либо ножевого ранения, это проникающая открытая травма, а непроникающая, это как раз чаще всего тупая закрытая травма, да, вот еще третья такая классификация. Как я уже сказал в данном ролике, мы остановимся именно на травме почек. Следует сказать, что в плане эпидемиологии травма почек составляет 1-5% в случае всех травм, которые в принципе есть у человека. То есть это не такая большая процентная приходит. Все-таки большая часть травмы это травмы червенно-мозговые, органы брюшной полости. То есть если говорить про тупые травмы, то это зачастую повреждения, конечно, печени, селезенки, кишечника. Ну то есть травма почек встречается не так часто. Это примерно 5 человек на 100 тысяч лиц, которые, соответственно, травмируются. Чаще, чем повреждения других органов мочеполовой системы. То есть из всех органов мочеполовой системы поиски повреждаются чаще, чем другие. То есть чаще мочиточков, мочевого пузыря, уретры. В большинстве случаев требуют лишь консервативное лечение. И мы это с вами увидим, что сейчас подход к травмам почек такой, что все-таки нужно попытаться консервативно вылечить. И практически всегда прибегает именно консервативное лечение. То есть хирургическое лечение, оно только в крайних случаях применяется. То есть пытаются сейчас именно консервативно вести таких пациентов, которые имеют травму почек. Благодаря достижениям современной медицины все чаще стало отдаваться предпочтение органно-сохраняющим лечению. Да, действительно, как раз консервативному лечению. Причины травмы почек. Но здесь показаны причины, вот преимущественно именно тупых травм. Как раз это ДТП. Больше 50% всех случаев травм почек это, видите, дорожно-транспортное происшествие. Ката травмы. А что такое ката травмы? Это травма, полученная в результате падения с высоты. То есть, допустим, при падении с какой-то большой высоты возникает сотрясение органов, в том числе, может быть, сотрясение почек и, как вариант, травматизация. При контактных видах спорта. Да, это какой-то спорт. Ну, что-то такое, да. То есть, в основном, спортивное. Спортивное по типу бокса. Ну, и нападение на человека. Но здесь вот, как бы, да, это нападение на человека может быть как? Это либо кулачное воздействие, да. То есть, как раз-таки, когда человека бьют именно кулаком, может быть, тупая травма, например, почек. Либо же это нападение на человека в рамках какого-то огнестрельного воздействия, либо ножевого ранения. Тоже может быть, естественно, травма почек. При этом сочетанно часто бывают еще травмы других органов. То есть, как мы уже сказали, редко бывает только травма органов мочепового системы. Вполне может быть у нас и травма печени, селезенки, перелом ребер и так далее. Если мы говорим, допустим, про ДТП. Частота повреждения сосудов почек составляет менее 5% от всех случаев тупой травм живота. А изолированное повреждение почки на это является крайне редко. И причина открытого проникающего ранения почек. Как я сказал, это воздействие огнестрельного оружия, либо воздействие колюще-режущих предметов. Теперь одно из таких интересных вопросов, о которых следует поговорить, это, естественно, механизм огнестрельной травмы. Дело в том, что он не особо очевидный. Нужно понимать, что проникающие ранения, по данным европейских клинических рекомендаций урологов, разделяются по скорости травмирующего воздействия. Есть высокоскоростная травма, это когда выстрел идет в человека из ружья. И, как правило, при выстреле из ружья дробь имеет скорость 800-1000 метров в секунду. Есть средняя скоростная травма, выстрелы из пистолета. Пуля, вылечившая из пистолета, имеет скорость в 5 раз меньше, чем из ружья, то есть где-то 200-300 метров в секунду. И, естественно, чем более высокоскоростной является пуля, тем более выраженное повреждающее действие она оказывает. Она формирует временную полосу, которая сразу же спадает, в состоянии растягивающей силы, зарушает ткани в намного больше области, чем в траектории самой пули. И это мы сейчас с вами на схему видим. Вот смотрите, у нас есть как бы пуля, которая пронизывает ткани. Вот видите, здесь написано, что вот есть зона, естественно, раневого канала, то есть пуля, проходя через ткани, формирует раневой канал. Но, причем у пули есть всегда входной, ну, и не всегда есть выходной отверстие. Допустим, если это дробь, очень часто, за счет того, что дробь достаточно маленькая, она просто застревает в тканях, но и никогда его удалить уже не получается. У человека дроби всегда остаются в организме. В свою очередь, пули от пистолет зачастую имеют входной и выходной отверстие, которое, если мы обнаружим, мы уже понимаем, что было огнестрельное, допустим, ранение. И вот видите, здесь, помимо того, что есть раневой канал, есть вот такая как раз-таки, здесь написано полость растягивания, то есть растягивающая полость. То есть вот эта вот пуля, которая проходит, она создает волны, вот эту вот временную полость, которая как раз-таки растягивает ткани вот в этой области, и растяжение этих тканей вызывает, по сути, их в последующем некротизирование. То есть в последующем вот этот вот этот участок ткани, он некротизируется, если вовремя не оказать помощь. Вот. И помимо этого, есть еще, видите, волны шока. Ну, то есть шоковые волны, грубо говоря, вот пуля еще наперед дает вот эту вот, ну, энергию передает, и, соответственно, ткани вот в этой области тоже в последующем повредятся. Вот. Это вот здесь как раз-таки описано. То есть нужно понимать, что при прохождении пули повреждается не только вот эта зона пули, которая проходит, а еще вот за счет воздействия на периферию повреждается вот эти зоны. Да, то есть здесь вот полость растяжения, вот эта зона, она, вот эти клетки в этой области по периферии от траектории пули тоже в последующем повредятся. И у нас есть низкоскоростная травма, это колотое ранение. При низкоскоростной травме повреждение обычно ограничено траекторией самого объекта. Да, действительно, то есть если это ножевое ранение, то повреждение ткани будет только в области, где, собственно, по траектории лезвия ножа. Да, то есть не будет уже повреждения, как при огнестрельном ранении, когда на периферию тоже ткани повреждаются. Ну, надеюсь, это понятно. Это вот такой экскурс, на самом деле, в судебную экспертизу, потому что обычно эта тема очень подробно именно на нем разбирается. Вот. Но решил немножко про это рассказать. Сейчас наиболее такая, скажем, современная классификация травм почек – это классификация EAST. То есть эта современная классификация, она основывается на данных КТ, то есть степень повреждения почек, травмы почек ставится по данным КТ. Мы не можем по другим метам исследований ставить. Соответственно, что подразумевает собой первая степень? Первая степень подразумевает собой ушиб или контузию, то есть когда у нас просто возникает сотрясение органа, сотрясение в данном случае почки, но при этом какого-то повреждения, вот именно наличие гематом, нет, да, это считается ушиб. Или же это подкапсульная гематома неувеличивающаяся, то есть неувеличивающаяся подкапсульная гематома. Тогда мы можем ставить первую степень, то есть первая степень – это подкапсульная гематома, либо просто контузия органа. Вторую степень мы ставим тогда, когда все-таки гематома прорвалась, то есть если гематома прорвалась в околопочечную клетчатку, то это уже вторая степень, но при этом это тоже не нарастающая. То есть мы видим по данным КТ гематому вне капсульную, не нарастающую, уже можно ставить вторую степень. Либо же у нас при этом кортикальный слой может быть не поврежден, либо же зачастую еще при второй степени выявляют повреждение кортикального слоя. И вот здесь очень важный момент – кортикальный разрыв, если он до 1 см, ну то есть до 1 см, соответственно, меньше 1 см тоже пойдет, то тогда мы ставим вторую степень. А вот если кортикальный разрыв уже, повреждение паренхима больше 1 см, но при этом экстравазации мочи и там, и там нет, то есть чашно-лоханочная система у нас не повреждена при второй и третьей степени, это очень важно, то тогда мы ставим третью степень. То есть вторая и третья степень разница лишь в увеличении кортикального разрыва. Если больше 1 см, это третья степень, а если до 1 см – вторая степень. Соответственно, четвертую степень мы ставим тогда, когда есть повреждение чашно-лоханочной системы, соответственно, экстравазация мочи при четвертой степени, можно ставить эту степень, когда есть уже повреждение сегментарных артерий, и, соответственно, зачастую при четвертой стадии уже возникает тромбоз сосудов, то есть может быть тромбоз сегментарного сосуда, как вариант. И пятая степень ставится, когда у нас есть множественные разрывы паренхимы почек, либо размножение органа, либо отрыв почки от своей почечной ножки, ну, в общем, это считается пятая уже степень, достаточно выраженная. И вот здесь схематично все это показано. Вот у нас grade 1, первая степень. При ней, как я сказал, гематом может вообще не быть, а если есть, то это всегда подкапсульная гематома. Вот, при второй степени у нас гематома может прорваться в околопочную жировую клетчатку, и вторую степень мы ставим, если у нас здесь кортикальный разрыв до 1 см. При этом экстравазации мочи нет, то есть моча за пределы чешно-луханной системы не выходит, по данным КТ. В экскреторной фазе мы это смотрим. При третьей степени здесь кортикальный разрыв больше 1 см. Опять же, экстравазации мочи нет. И вот, видите, здесь в четвертой степени показано, ну, в четвертой степени у нас может быть по-разному проявляться. То есть, во-первых, гематома будет более выражена, видите, околопочная. Как правило, разрыв распространяется уже до чешно-луханной системы, то есть есть повреждения чешно-луханной системы, то есть разрыв переходит с коркового мозгового вещества на собирательную систему, на чашечки в данном случае. И, соответственно, здесь уже при четвертой степени будет экстравазация мочи. Моча будет выходить за предел чешно-луханной системы по данным КТ. Также при четвертой степени возможно повреждение, как я сказал, сегментарных сосудов, сегментарная артерия, как вот на данном возражении, и тромбоз этого сосуда. Ну и пятая степень здесь возможна, видите, множественные разрывы. Опять же, при пятой степени чаще всего есть экстравазация мочи, есть множественные гематомы, есть признаки размножения почки, может быть, отрыв почки от своей сосудистой ножки, как здесь представлено. Ну и вот здесь еще более красивое изображение. Опять же, подкапсульная гематома. Здесь уже гематома проходит через капсулу в околопочную жировую клетчатку, при этом картикальный разрыв до 1 см, при этом нет экстравазации мочи, при третьей степени уже картикальный разрыв больше 1 см, нет опять же экстравазации мочи. При четвертой степени мы видим уже здесь, во-первых, да, чаще всего есть активное кровотечение, не останавливающееся, есть уже разрыв более глубокий, который проникает в лоханную систему, то есть повреждает собирательность системы почек, при этом есть экстравазация мочи, ну и, как я сказал, повреждения в том числе сегментарных сосудов с развитием тромбоза. Ну и пятое, видим размаженную почку вот здесь, множественные разрывы, выраженная гематома, активное кровотечение и отрыв почки от своей почечной ножки. Вот эту классификацию очень важно помнить, и опять же, степени эти выставляются по данным КТ. Вот это нужно понимать. То есть по данным КТ, либо в крайних случаях по МРТ можно ставить тоже эти степени. Теперь какие клинические проявления? На самом деле каких-то патогномоничных признаков развития травмы почек нет. Естественно, это, ну здесь оценка стабильности гемодинамики немножко неправильно, ну я как бы указал, но давайте я сейчас объясню, что здесь подразумевается в конце как бы данного слайда. Значит, первое, самое на самом деле главное, это гематурия. Гематурия, она может быть либо микрогематурия, то есть не видна глазу, а только под микроскопом, когда у нас в поле зрения более трех эритроцитов, но либо по некоторым данным считается, что более пяти эритроцитов в поле зрения считается как микрогематурия. Где-то укажем, что более трех. И макрогематурия, это когда моча принимает вид мясных помоев, то есть когда внешне моча прокрашивается кровью и имеет вид мясных помоев. И нужно понимать, от чего зависит это. На самом деле здесь нет четкой зависимости от степени повреждения. То есть, казалось бы, по логике, чем более выражена степень, то есть, допустим, при степени 4, при степени 5, ну, казалось бы, должна быть макрогематурия. На самом деле, отчасти это так и есть, то есть чем выше степень, тем выше вероятность того, что будет макрогематурия. Но все-таки бывают случаи, допустим, что у пациента может быть степень повреждения почек 4 или 5, но при этом у него будет микрогематурия, понимаете, и не макро. Хотя, казалось бы, повреждения почек очень выражены. И наоборот, может быть, у пациента первая, вторая степень повреждения почек, но при этом у него будет макрогематурия. Так что нет четкой зависимости от степени повреждения. У вас может быть микрогематурия при пятой степени, но макрогематурия при первой, там, второй степени. Это может быть боль в боку, боль в животе. Ну, боль в боку подразумевается по собой боль именно в области поясницы. Причем на вдохе эти болевые ощущения могут усиливаться. Также нужно сказать, что у некоторых пациентов, ну, может быть, тошнота, рвота. Здесь я на слайде это не указал. Вот. Экхимозы. Но экхимозы здесь подразумевают под собой именно вот эти вот ссадины. То есть в области поясницы могут быть такие, как бы, ссадины, могут быть кровоподтеки. То есть экхимозы это такие, как бы, кровоподтеки в области поясницы, ссадины, которые свидетельствуют о том, что в этой области была травма. Может быть, как я сказал, перелом ребер, боль в животе. Особенно если, помимо повреждения почек, как я сказал, было повреждение органов брюшной полости. Например, селезенка, печень, кишечник может повредиться. Ощущение тяжести в брюшной полости. И вот очень важно это развитие постгеморагической анемии. Как мы уже сказали, при четвертой и пятой степенях зачастую у пациента есть активное кровотечение. То есть при первой, второй, третьей степени гематома, как правило, не нарастающей. А вот при четвертой и особенно пятой степенях у пациента может быть активное кровотечение после травмы. И вот на фоне такого, естественно, активного кровотечения, на фоне такой активной геморрагии у пациента развивается постгеморагическая анемия и, в принципе, гиповолимический шок. То есть состояние вот такого гиповолимического шока, то есть пациент как раз-таки гемодинамически нестабилен. И вот здесь очень важно как раз оказывать нужные реанимационные действия, то есть нужно проводить инфузию, переливать эритроцитарную массу для того, чтобы гемодинамически стабилизировать пациента. То есть в первую очередь надо заняться этим. Ну и, естественно, остановить само кровотечение нужно будет тоже. Поэтому, да, клиническим проявлением еще может быть анемизация больного и развитие шокового состояния за счет кровотечения, которое может быть при четвертой-пятой степени. Теперь давайте поговорим про диагностики. Данные эти взяты из клинических рекомендаций Европейской Ассоциации урологов 23-го года. Что рекомендуется? Мне рекомендуется оценивать общий анализ мочи, вот, и, как мы уже сказали, уровень эритроцитов будет повыше, ну, то есть за счет того, что будет либо микро- либо макро-гематурия. Гематокрит и исходный уровень кретинина. Для чего? Гематокрит как раз-таки будет нам показывать анимизацию пациента, то есть есть ли признаки анимеи. А уровень кретинина, ну, мы можем оценивать уровень работоспособности почек. То есть, естественно, при травме почек может развиваться клиника острого почечного повреждения, да, то есть острая почечная недостаточность. Основным показателем является примесь крови мочи в виде микро- или макро-гематурии, хотя серьезная травма, включая отрыв лоханыша мочиточника, сегменты, повреждение сосудов, почечной ножки, тромбоз сегментарной артерии и ряд колод хранения могут не сопровождаться гематурией. И, как я уже сказал, нет четкой зависимости гематурии от степени повреждения. У нас при 4-5 степени может быть микро-гематурия, либо вообще гематурии может не быть. Гематурия, которая несоответствует анамнезу травмы, может связаться о ранее имеющейся патологии. Тест мочи с полосками является быстрым методом диагностики гематурии с частотой ложноположительных результатов около 3-10%. Ну и повышенный уровень кретина, как правило, свидетельствует об исходной патологии почек. То есть, конечно, можно ориентироваться на уровень кретинина, например, если мы знаем уровень кретинина пациента до травмы, а после травмы у него уровень кретинина возрос. Это говорит о том, что функция почек начинает страдать. Но, опять же, нужно понимать, что вдруг у пациента есть уже изначально какая-то патология почек, и у него этот кретинин высокий является, ну, скажем, свидетельством об его исходной патологии. То есть, это не связано никак с травмой, а связано именно с его исходной патологией, допустим, которая у него есть. Теперь, ну, то есть, мы делаем такой вывод, что лабораторно, конечно, никак травму почек мы особо понять не можем. Да, конечно, там будут признаки анимизации, может повышаться уровень кретинина, но, конечно, в первую очередь, это инструментальная диагностика. Мы должны именно за счет инструментальных методов исследования выявлять травму. Как я сказал, золотым стандартом будет являться компьютерная томография с внутривенным контрастированием. Ну, помимо этого, у нас есть еще ультразвуковое исследование, как скрининговый быстрый метод, недорогой. Это стандартная внутривенная экскриторная урография, которая сейчас уже не применяется, потому что есть КТ. МРТ исследование, которое, оно тоже достаточно информативно, но в основном применяется в отношении тех пациентов, у которых есть аллергия на йод. И ангиография, на самом деле, хороший метод при активном кровотечении, потому что за счет ангиографии можно выполнить суперселективную эмбилизацию сосудов. То есть, эмбилизация того сосуда, которое кровоточит. А давайте поговорим про УЗИ-исследование. Как я сказал, УЗИ-исследование является быстрым, недорогим, неинвазивным исследованием. А еще из плюсов – это отсутствие лучевой нагрузки, да, возможность выявления разрыва почек. Кроме того, можем выявлять гематому, можем выявлять как раз изменение контура чаши лоханщики. Мы, например, можем видеть, что лоханка изменила свой контур, оценить состояние чашечек. То есть, в принципе, какие-то вот признаки повреждения почек мы можем на УЗИ выявлять. Это очень хорошо. Но есть и минусы. Это сложность получения четкой акустической картины, естественно, снижение чувствительности с увеличением травмы почек, невозможно оценить глубину разрыва и его распространенность. Вот это очень важно. То есть, мы можем, не можем по УЗИ поставить точно степень. Степень повреждения мы можем поставить только по данным КТ. Ну и отсутствие однозначного ответа о степени повреждения почек. То есть, по УЗИ мы можем только предполагать травму почек. Ну вот здесь, как вариант, да, здесь вот на УЗИ мы видим как раз под капсульную гематому. Вот, капсула, видите, интактно, не повреждена. Вот. Здесь уже есть разрыв. То есть, видите, уже капсула разорвалась и гематома вышла в околопочную жировую клетчатку. То есть, это, соответственно, здесь мы можем поставить какую степень. Это у нас будет первая степень. А здесь уже, так как гематома уже прорвала фиброзную капсулу, это уже будет либо вторая, либо третья степень, в зависимости от того, насколько выражен, насколько выражен картикальный разрыв. Опять же, как я сказал, это лишь предварительно, потому что по УЗИ мы не можем точно сказать степень. Вот. Так что мы не можем сказать, здесь вторая или третья степень. Вот. Здесь уже есть достаточно обширная гематома. Она, возможно, даже активная. Есть повреждения капсулы. Скорее всего, здесь разрыв паренхемы уже достаточно выраженный. С повреждением даже собирательной системы почек. То есть это уже четвертая, это уже будет четвертая степень повреждения, либо даже пятая. То есть здесь надо уже, опять же, на КТ это смотреть и уточнять точно. Вот. Значит, экстритурную рогафи, как я сказал, данный метод не применяется уже активно, потому что есть КТ-исследование. Установление, наличие или отсутствие одной или обеих почек. Точно определенное состояние почечной паренхемы. Получение изображения верных мочевых путей. Да. Экстритурная норография как раз очень хорошо, ну, может применяться для оценки как раз экстравазации. То есть если выхождение контраста за пределы собирательной системы. Обладает высокой, больше 92% чувствительности, вне зависимости от степени травмы почки. Ну и вот здесь показано, видите, экстритурную норографию сделали, то есть внутривенно ввели контраст и через 10-15 минут начали делать снимки. Мы видим, что контраст заполнил чашлоха, нашу систему почек, спустилась по мочеточнику в мочевой пузырь и здесь тоже. И вот в левой почке, здесь вот мы видим затек контраста. Вот, видите, контраст вышел за пределы собирательной системы. То есть это как минимум, как минимум четвертая степень. Вот здесь тоже, да, здесь вообще очень хорошо видно затек контраста за счет разрывов собирательной системы на правой почке. Вот здесь вот мы видим, видите, контраст вот здесь находится. Вот здесь, извините, вот здесь вот, вот здесь примерно проходят капсулы почки и вот под капсулы, под капсульная гематома в правой почке. Вот здесь у нас есть осколочное ранение. Ну, насколько я понимаю, честно говоря, вот, скорее всего, намек на то, что вот здесь, видите, повреждения. Вот, вот в этой области у нас находится гематома. Ну, и, конечно, как я сказал, есть золотой стандарт диагностики травмы почек. Это компьютерная томография. Она отличается большой чувствительностью и специфичностью. И именно по данным КТ можно ставить степени, которые мы с вами рассматривали, вот эти 5 степеней. В ретроспективное исследование положительный результат обследования 298 пациентов составил 96% для КТ, 91% для внутривенной урографии с двойной дозой контраста и 79% для УЗИ. Ну, и вот это скопировано из европейских, из книжных рекомендаций Европейской ассоциации урологов. Значит, здесь какие важные рекомендации в плане диагностики. Во-первых, при поступлении следует оценить стабильность гемодинамики. Почему? Потому что от этого будет зависеть тактика. Обычно, если гемодинамика стабильная, то можно рассматривать как раз вариант консервативной терапии. Это мы с вами рассмотрим. Если же пациент нестабильный, здесь высока вероятность уже оперативного вмешательства, если есть какая-то нестабильность гемодинамики. Потом, необходимо уточнить информацию о поперах на почках и мышечных заболеваниях. Действительно, есть еще причины, так называемые, ядрогенные травмы почек. То есть, у нас не только могут быть травмы тупые, там, допустим, вызванные внешними обстоятельствами, но и даже катетеризация, допустим, мочеточника как вариант, да, операции по поводу кист, по поводу мочеками на болезни вполне могут травмировать саму почку и вызвать как раз, ну, тут клинику травмы почек. При подозрении на травму необходимо исключить гематурию. И показания для КТ как раз следующие. Это макрогематурия, если мы у пациента видим эпизод, микрогематурия гемодинамически нестабильных пациентов, травмы после экстравого торможения или серьезного повреждения смежных органов, проникающие ранения, клинические признаки, которые указывают на травму почек. Это мы же с вами говорили. Боль в боку, ссадина, перелом, сдутие, пальпирма образования или болезненность при пальпации. А лучшая визуализация, как КТ позволяет лучше визуализировать, ну, соответственно, гематомы, степень повреждения, глубину разрывов, локализацию, позволяет установить факт наличия и расположения контрлатеральной почки, метод представляет особую цену в обследовании пациента с травматическим повреждением почки на фоне ранее существующей у них патологии. Ну, естественно, да, мы уже говорили, что КТ – это очень важный метод диагностики. Вот здесь, конечно, так себе видно. Вот здесь у нас, видите, вот в этой области, вот этой области имеется гематома, вот, гематома правой почки. Вот, видите, здесь вот. Так, здесь у нас где гематома? Вот в этой области у нас находится гематома. То есть гематома около почечной жировой клетчатки правой почки. Вот здесь у нас травма почки. Видите, здесь произошел разрыв. Кстати, при разрыве очень важно, видите, у нас в принципе, то здесь разрыв правой почки. Мы видим, что левая почка хорошо проконтрастировалась, но при этом правую почку мы, по сути, не видим. То есть это значит, повредили даже сосуды. Сосуды артериальные, скорее всего, произошел уже разрыв сегментарных сосудов. То есть это как минимум четвертая степень, либо даже пятая. Вот, здесь уже разрыв почечной вены. Вот, видите, по данным КТ у нас вот здесь вот скопление крови. Вот, вот, вот это все признаки гематомы. Видите, как-то асимметрично почки локализуются. Вот эта почка нормальная, правая. А вот эта, видите, левая почка, вот здесь гематомы очень выражены. Вот, здесь тоже гематома. Очень такая обширная. Но, насколько я понимаю, это, конечно, похоже на подкапсульную гематому. Но вот здесь надо пролистать, точно посмотреть. Здесь только один снимок. Но вот здесь, видите, гематома левой почки. Так, вот у нас тоже гематома правой почки. Очень такая обширная гематома в околопочечной жировой клетчатке. И здесь тоже гематома в околопочечной жировой клетчатке. Очень выражена, объемная. Здесь тоже, это у нас правая почка. Тоже вот в околопочечной жировой клетчатке. Гематома. Здесь тоже мы видим гематому. И установленный катетер-стенд. Видите, вот завиток катетера-стенда в лоханке правой почки. Вот. И насчет МРТ-исследований. Нужно понимать, что если у пациента есть аллергия на йод, и у пациентов, например, беременных женщин, можно применить МРТ-исследование. То есть, МРТ может заменить катет у пациента с аллергией на йод, а когда результат катет неоднозначен, но еще у беременных МРТ можно использовать, чтобы не вводить рентген-контрастное вещество беременной женщине. МРТ-исследование обладает высокой точностью в определении перерональных кематом, оценки жизнеспособности, паренхемы почки. Вот. МРТ на самом деле тоже хороший метод, да, в целом для стандирования. Ангиография сосудов почек. Как я сказал, данный метод используется в основном в том случае, если хотят выполнить суперселективную эмболизацию сосудов. Только в этом случае можно, ну, выполнять ангиографию сосудов почек. Обладает большей специфичностью в установлении места и степени повреждения сосудов. То есть, мы можем конкретно локализовать тот сосуд, который, ну, скажем, кровоточит. Возможно, одновременно селективная эмболизация при продолжающем кровочении, как я сказал, ну, и является методом выбора для оценки повреждения почечной вены. То есть, на КТ все-таки повреждение почечной вены видно не так хорошо, как при ангиографии. Ну, и вот, как мы уже видели на одном из КТ, у нас, помните, было КТ, где одна почка видна, а другая вообще нет, она не проконтрастировалась. И вот отсутствие контраста, причина отсутствия контраста в следующем. Это отрыв почечных сосудов, тромбоз почечной артерии, серьезная травма, например, как я сказал, размаженная почка с выраженным спазмом сосудов. Ну, и вот здесь показано, как выглядит артериограмма, ангиограмма. Ну, должны быть соответствующие специалисты, да, которые разбираются в ангиографии, потому что такое достаточно, ну, очень такой специфичный метод исследования. И вот здесь стрелкам показано, что вот этот сосуд является кровоточищем. Именно ее будут эмболизировать, соответствующими эмболизирующими веществами. Вот здесь повреждение сосудистой ножки почки, обрыв почечной артерии. Видите, у нас правая почка видна, а левая не видна. Это связано с тем, что за счет того, что произошел обрыв сосудистой ножки почек, почка просто не проконтрастировалась, естественно, да, и вот она здесь не видна. Вот теперь давайте поговорим про лечение. Цель лечения пациента с травмой почки – минимальная инвазивность с максимальным сохранением функции почек, как я сказал. Сейчас подход более консервативный практически во всех случаях, кроме, наверное, четвертой и пятой степенях, можно консервативно пациента ввести. И даже при четвертой и пятой степени нужно попытаться ввести консервативно. И как бы не сразу прибегает. При пятом практически всегда нужна хирургическая операция, но при четвертой степени все равно можно попытаться консервативно ввести. Если не получается, тогда уже хирургически. Значит, вот у нас какие есть показания для хирургического вмешательства. Как я сказал, это нестабильность гемодинамических показателей. Это очень важно. То есть, если у нас гемодинамически стабильный пациент, а гемодинамически стабильный он может быть только при первых трех степенях, по сути. Потому что если мы говорим про пятую степень или про четвертую, при четвертой еще есть вероятность, что он будет гемодинамически стабилен. Допустим, сосуды не повредились. Но при пятой степени проекте такое невозможно. То есть, соответственно, пациенту, который пятая степень, у него, как правило, есть активное кровотечение, он гемодинамически нестабильный, и автоматически ему показаны хирургические вмешательства. Поэтому пятая степень здесь тоже. Потом эксплуатативная операция по поводу сочетанных поражений. Допустим, если у пациента есть какое-то сочетанное поражение органов брюшной полости, и в любом случае ему необходима ревизия, то есть лапаротомия, ревизия органов брюшной полости, то в этом случае тоже показания хирургические вмешательства. То есть, если мы все равно вынуждены пациенту, то есть у него не изолированное повреждение почек, а есть еще сочетанная какая-то травма, то в этом случае, ну как бы в любом случае, раз мы делаем лапаротомию, то уже хирургическое вмешательство лучше тоже сделать. Поэтому, да, естественно, эксплуатативный опират по воду сочетанных трав тоже показания. Ну и если мы видим признаки, знаете, такой напряженной, нарастающей гематомы, то есть если гематома нарастает, это тоже показания к хирургическому вмешательству. Ну и, соответственно, уже конкретно ревизии, еще раз какие показания. Это жизнеугрожающая нестабильность гемодинамики, в принципе, мы это уже сказали, это наличие нарастающей пульсе еще перинональных гематом, мы опять же это сказали. Ну и при повреждении почных сосудов, это имеется в виду, что если есть пятая там степень, да, то есть, ну, по сути, это то же самое, что мы здесь сказали, здесь просто еще раз продублировано. И вот относительное показание для хирургической ревизии почки, это экстравазация мочи, то есть если у нас есть четвертая степень, как я сказал, здесь уже относительное показание. При нечеткой определенной степени травмы, при сочетанных травмах, требующих оперативного лечения. Ну, если у нас сочетанных травм органов брюшной полосы, здесь, скорее всего, это показания все-таки к лапартомии и, естественно, к хирургическому лечению получается тоже. Ну и какие оперативные пособия можно применить? Естественно, нефректомия это достаточно радикальная методика и применяется все-таки, ну, чаще всего при таких очень выраженных поражениях почек, типа, по типу, ну, когда пятая степень, по типу размножения, по типу отрыва почечной ножки, сосудистой почечной ножки. Да, может применяться нефректомия, но зачастую выбирают более органосохраняющие методики, то есть это резекция почки с последующей, например, тампонады с сальником, это ангиография с селективной эмболизацией, ну, и здесь еще я не указал, это ушивание паренхема почек, то есть в зоне разрыва можно сделать ренорофию, так называемую, то есть ушить дефекты, ушить разрыв почечной паренхемы. Вот, ну, значит, смотрите, насчет нефректомии. В ходе проведения открытой ревизии в среднем у 13% пациентов требуется выполнение нефректомии, то есть, видите, не у большого пациента, то есть из всех случаев лапаротомии только в 13% случаях выполняется нефректомия, то есть это достаточно редкий выбор именно нефректомии. Как правило, это больные с проникающим ранением при наличии других внутреброшенных повреждений. И вот повреждение пятой степени в сосудистой реконструкции редко является эффективным, то есть действительно, да, то есть раньше применялась методика сохранения почки, то есть если есть разрыв сосудистой почечной ножки, пытались восстановить, да, то есть наложить сосудистый шов и восстановить анастомоз, да, восстановить кровоснабжение почки. Ну, зачастую, во-первых, это здесь крайне тяжело, а во-вторых, это оказывалось неэффективным. Поэтому все-таки при пятой степени как раз-таки нефректомия, она предпочтительна, если это множественные разрывы почек, то есть размножение органа, разрыв сосудистой ножки. В этом случае прибегает как раз к нефректомии. Более органсохраняющая методика это выполнение резекции, она может быть вот плоскостной, как в данном случае, может быть кленовидной, фронтальная резекция, вариантов очень много, но зачастую, конечно, применяют вот такую методику, это самая частая методика резекции, это вот как и здесь, это плоскостная резекция, да, то есть в плоскости выполняют резекцию, и здесь вариант внеска, либо просто вот этот участок ушивается, вот видите, наглухо закрывается, то есть в область резекции, либо выполняется тампонада сальником, как вот на рисунке ниже, видите, здесь есть участок разрыва, выполняет резекцию нижнего полюса почки, и нижний полюс почки как бы укрывают, тампонируют сальником, сальник пришивается к почке. Вот, помимо этого, можно выполнять, как я сказала, ренорофию, то есть вот здесь показана, ну, пуля, которая повредила, вот здесь зона повреждений, и, конечно, вот эта методика, она наиболее, на самом деле, органно-сохраняющая, потому что мы, ну, и резекция тоже является органно-сохраняющей, и вот эта методика тоже органно-сохраняющая, то есть, видите, ушивается дефект, ну, естественно, делается кемостаз, ушивается дефект почной паренхемы, накладываются паренхематозные швы поверх рассаживающейся желатиновой губки. Вот, это ренорофия, так называемая. Как я сказал, можно выполнять суперселективную эмболизацию во время ангиографии, и эта методика очень, по данным даже европейских клинических рекомендациях, при продолжающем кровотечении, это такая методика выбора, то есть, если у нас есть кровотечение активное, но при этом у пациента нет показаний, допустим, нет сочетанных поражений других органов, да, то есть, допустим, поражение органов большей полосы, есть повреждения только почек и активное кровотечение, в принципе, можно выполнить как раз вот эту суперселективную эмболизацию. Но она является, по сути, альтернативной, да, лапаротомного, лапароскопического лечения, да. Разрешение гематурии после выполнения суперселективной трансартериальной эмболизации происходит в 98% случаев. Гемостаз эффективен как при тупой, так и проникающей травме. Какие у нас есть показания для эмболизации? Это активная экстравазация контраста на КТ, артерию венозно-фисулы псевдоневризма, наличие активной экстравазации крупной гематомы является хорошим прогностическим фактором необходимости эмболизации. Эмболизация эффективна при повреждении третьей степени в 95% случаев, четвертой степени в 89% случаев, пятой степени в 52% случаев. Но на самом деле эмболизация хороша тогда, когда сама по себе почечная паренхема, она не сильно повреждена. То есть при пятой и четвертой степенях паренхема может быть достаточно серьезно повреждена. И вот при пятой степени там наиболее такой методии... Ну, естественно, нужно хирургически подходить. То есть если пятая степень, это хирургическое лечение. Причем чаще всего это нефрактомия. Чем выше степень повреждения почек, тем выше риск неэффективности эмболизации необходимости повторного вмешательства. Логично, да? И повторная эмболизация позволяет избежать нефрактомии у 67 пациентов. Открытая ревизия после неэффективной эмболизации, как правило, заканчивается удалением почки. Действительно, да. То есть если эмболизация оказалась неэффективной и кровотечение продолжается, то в этом случае практически всегда прибегает уже к нефрактомии. Еще раз этот слайд по поводу того, что вот у нас есть артериограмма, есть кровоточечный сосуд, ее эмболизируют. Суперселективная эмболизация сосуда. И вот как раз-таки еще раз про подход. Повторимся. В принципе, про это мы уже сказали, что гемодинамически стабильным пациентам с тупой травмой первой-четвертой степени необходимо проведение консервативной терапии, которая подразумевает собой что? Это постельный режим должен быть в течение примерно двух недель контрольный. Такой вот строгий постельный режим. Также это применение холода на области поясницы, но в область травмы, где у нас было, можно холод на час пациенту положить в первые два дня. Какие-то там гемостатические препараты назначат пациенту, антибиотики и динамический монитор к витальной функции до разрешения гематурии. То есть такой подход, это консервативный подход. Консервативное, динамическое наблюдение за пациентом. Постельный режим, холод, иногда антибиотики, гемостатические препараты. И опять же, такой подход мы выбираем в отношении каких пациентов. Это должны быть обязательно гемодинамически стабильные пациенты с степенями от 1 до 4. То есть, соответственно, если при четвертой степени пациент гематименически стабильный, мы, видите, попытаемся его сначала консервативно вылечить. Если он нестабилен, да, тут уже придется хирургически лечить. А первые 3 степени, они, как правило, всегда бывают гемодинамически стабильными. Поэтому гемодинамически стабильный пациент с какого-то резаного и агнистерного ранения, первые 3 степени тяжести на основании полного все должны быть, а то, например, у них в ожидательной тактике. У них тоже надо попытаться консервативно их вести. Но у них выше вероятность того, что вот вообще открытая травма, когда есть открытая травма, вероятность хирургического вмешательства, вероятность того, что не будет необходимо хирургическое вмешательство, оно выше, естественно. Ну и вот также выжимка из, опять же, клинических рекомендаций Европейской ассоциации урологов. Давайте еще раз ознакомимся с пунктами, которые здесь описаны. При тупой травме почки и стабильной гемодинамически проводится консервативное лечение с динамической оценкой жизненных показателей. Это мы с вами разобрали. При изолированных, колотых и низкоскоростных огнестрельных ранениях почки первой и четвертой степенях и стабильном состоянии показана выжидательная тактика. Ну, по сути, так же, да, то есть это консервативная терапия, то есть не нужно сразу делать хирургическое вмешательство. Если у нас есть активное кровотечение, то есть в данный момент, но при этом отсутствуют другие показания к экстренной лапаротомии, можно провести эмболизацию, суперселективную эмболизацию сосуда. Вот насчет дренирования. В принципе, есть такая методика, как дренирование человеческого ханчистемы. Это может быть нефростомия, либо установка мочеточникового катетера стента. На самом деле, оно показано только для тех пациентов, у которых есть явления экстравазации и симптомы. Да, там, симптомы, может быть, интоксикационные, там, да, то есть повышение температуры, головокружение, то есть в этом случае можно применить как раз-таки какой-то из вариантов дренирования. То есть, по сути, такой вариант применяется, если есть вариант, ну, именно явление экстравазации, да, можно отводить мочу. Значит, показания для ревизии почки включают, как я сказал, сохранение нестабильности гемодинамики, увеличивающиеся околопочные гематомы, повреждения в почке пятой степени. При контролируемом кровотечении недостаточного объема жидкостового паренхима проводится реконструкция. Показания к повторной визуализации включают фибрильную температуру, боль в боку или снижение гематокрита. То есть, это повторное КТ. Повторное КТ делается в этих случаях. То есть, если есть снижение гематокрита, фибрильная температура, боль в боку, наблюдение в течение трех месяцев после тяжелого повреждения включает физикальное исследование, общий анализ мочи, рентгенологический метод, в том числе реносцинтиография, повторное измерение артериального давления, оценку функций почки. Необходимо ежегодно измерять артериальное давление для диагностики реноваскулярной гипертензии. Ну и вот очень интересный такой слайд. Он очень хороший, потому что он показывает то, что нам нужно по сути делать. Смотрите, давайте возьмем ситуацию, что у нас есть подозрение на тупую травму взрослого. Опять же, это схема, гайдлайн из Европейской социологии мы видим 23-го года. Есть подозрение на тупую травму почки взрослого. Нужно определить, как мы сказали, стабильность. Если пациент стабилен, мы можем подходить к процессу более консервативно. То есть, смотрите, стабильно у нас дальше есть микрогематурия, макро. Если это микрогематурия, то есть наблюдение, ну там консервативная такая тактика, анамнез, травма связана с резким торможением. Если макрогематурию, лучше выполнить КТ. Да, вот, с контраста. Соответственно, по данным КТ что мы можем получить? Либо у нас нет активного кратчения, как правило, ну, как правило, характерно для первой, третьей степени, хотя четвертая, пятая степень тоже может быть. Если первая, третья степень это наблюдение, постельное режим оценки гематокрита в динамике в зависимости от тяжести, да, ну то есть, опять же, консервативный такой подход, потому что у нас стабильная изначально гемодинамика. Если это четвертая, пятая степень, наблюдение, постельное режим оценки гематокрита в динамике, антибактериальная терапия потом проводится еще повторный визуализациях если есть сохранение экстравазации мочи то мы тогда можем установить мочи точно как тетерстенд или дренирование вот мы эту часть посмотрели есть у нас есть активное кровотечение по данным кт в этом случае можно выполнить как мы сказали супер селективно мобилизации сосуда по данному ангиографии если у нас по данным кт есть пятая степень но при этом это будет именно проникающие ранения то и при пятой степени если у нас есть именно есть проникающие ранения и если есть факт проникающие ранения 5 степень здесь как правило приведет уже к ревизии вот здесь указан еще значит схема что если у нас это будет неэффективно как мы сказали как правило прибегает уже к ревизию почки либо ее не реконструкции либо нефректомии вот ну и соответственно вот эту часть мы с вами рассмотрели теперь есть у нас нестабильная но нестабильная то уже вероятность того что хирургическое вмешательство нужно будет выше значит продолжить интенсивную терапию будет многофазовый кт то есть мы должны попробовать как-то стабилизировать состояние до делать инфузию переливать эритроцитарную массу попытаться стабилизировать если у нас ничего не получается пациента не получается стабилизировать то в этом случае нам нужно выполнить хирургическое вмешательство экстренную лапаротомию для того чтобы вы сделать ревизию осуществить гемостаз ну и соответствующую тактику выбрать либо орган сохраняющий либо не орган сохраняющий то есть удаление почки нефректомии теперь давайте расскажем про те осложнения которые могут быть в связи с травмой почек в ранние осложнения это внутренние кровотечения как мы сказали развитие гиповолимического шока и пост геморрагической анемии забрюшенная гематома околопочный абсцесс причем околопочный абсцесс почему развивается есть околопочная гематома и гематома она может инфицироваться нагнаить и вот если гематома нагнаивается возникает околопочный абсцесс может быть перитонит сепсис на опять же это как правило вытекает из абсцесс то есть если я развился околопочный абсцесс вероятность развития сепсиса очень высокая может сформироваться действительно мочевой свеч особенно если есть уже экстравазация мочи то есть при экстравазации есть вариант сформирования мочевого свеча уринома ну редко бывает просто уринома это по сути как гематома только из мочи да то есть формирует такая как бы полость заполненная мочой уринома из поздних осложений у нас бывает вторичь вторичное кровотечение артерио-венозные фистулы гидронефротическая трансформация артериальная гипертензия счет того что повреждает парень химпочек травматический пилонефрит опять же мочевые свечи пиу нефроз дают утикуной на расплавление почки ну естественно это все и также нужно понять про почки недостаточно почки недостаточно она может резать прям сразу же мы про это с вами говорили теперь тактика введения после операционном периоде и наблюдение повторно обследование через 24 дня после получения травмы почки при ночью больного лихорадки боли баку при снижении гематокрита мы об этом уже сказали выполнение радиозатопной синтеграфии перед выпуска для документального подтверждения восстановлению функции почки в течение трех месяцев после получения пациентов серьезно травмы наблюдения за ним должно включать физикальный обследование общий анализ мочи рентгенологическое среднее контроль уровня артериального давления биохимический контроль функций всем пациентам рекомендацию проводить скрининг на примет выявление арена васкулярной гипертензии на этом все всем спасибо за внимание подписывайтесь на канал ставьте лайки задавайте вопросы если они появились буду отвечать по мере появления свободного времени все всем спасибо еще раз за просмотр всем пока